Субтитры подогнал «Симон» 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 такого человека потребующего, заопекованию себя этим человеком с такой огромной простотой, с милостью, с таким заингажеванием огромным. Была współзауżycielкой Сиустр Серценек. Запросила меня на этот выjazd сиостра, мам с ним лекции. Была интересна, как это выглядит и хотела увидеть, хотела тоже в этом участвовать. Она была выбирать в pewnем моменте между сиостками безхабитовыми, а хабитовыми. И она выбирала те хабитовые, что-то направляет от нее много посвящений. Она была из-за видения всех своих коллеганок. Она была из-за того, что-то из-за того, что-то из-за того. Она может быть примером и посвящения. Найбардер для этих мудших детей может быть примером. Очень много детей выбирают какую-то статус, а иногда ее нащадят. Мне больше в Матце Клара урека то, что она потратила поучить такие вымагания евангелист с огромной радостью, что-то не было какое-то такое выучоно, только выплыла из ее сердца. И ее огромная милость, которую отачала сиостры. То, что именно с ними опекала, что подходит, прикрыла ее. Отачала такую чуло-матчинную опеку. Мне больше инспорирует из-за того, что матка Клара часто повторяла. Все на хвалу на священчего сердца Езуса. Я думаю, что это самое важное. Ведух сердца. Я хотел бы зачерпнуть из-за матки Клары такой взор покоры. Такое добро, в котором матка Клара была таким взором тепла, покоры, милости сиостры. Жила в очень трудных временах. Я думаю, что матка Клара всегда актуальна. Минусы из нас, полаков, должны брать пример. Как трактовать другого? Как жить? Как współpracовать со собой? Завидеть Богу? Идеть до пряду. Вносить какие-то труды свои, как уметь взносить труды с дня codзеннего, с жизни, потому что каждый имеет какие-то проблемы. Как себе с этим порадить? Мы очень взрослые этим событием. Тем более, что это наша спорта с заходом. Мы очень рады. Троскливость, опекуническая, затроскальная о беде человека, моральную и не только. И все равно актуальна. Клара, в секунду Людовича VI. Насшую властью апостольскую зазвелами, aby оттąd в чтигодной служебнице Божей Кларе, Людвиче Счэсной, девицы, прислугивали титул Блогославионной. И чтобы ей свято обходзено корочнее в местах и в способ окреślony przez право дня 7 лютого, когда это прошло до неба. Апостоль веровь, а-корреска. лосклевская, куклыTechу, куклы снярные, куклы снярные, куклы снярные, куклы снярные. Поэтому сегодня, когда, с одной стороны, так много людей дожит только до работы, отделяя ее от Пана Бога часто, а с другой стороны, когда мы много людей бедных, ставит она как взор, что тот, кто действительно, чрезвычный в Пана Бога, равномерно есть открытый, чтобы его увидеть в найбеднейших и спешить им с помощью. Я думаю, что это очень важное вызвание на наши часы, ее взор и посталы. Матка Клара является przede wszystkim одним из членов нашего сгромадения, потому что мы сгромадением Слуг Иисуса. И Матка Клара у начала была в нашем сгромадении, поэтому мы чувствуем, что это тоже наша семья. Поэтому мы чувствуем, что она есть beatифицирована, а вообще есть святая. И она для нас взором, прежде всего, милости Пана Бога и человека. Такий радикализм в реализовании воли Божей. В моменте, когда человек чувствует, что такая дорога Пана, то оставит себя то, что связано с какими-то особистыми планами и идёт себя на препады там, где Пан Бог показывает. И это самое важное. Мне очень важно, чтобы Хваа Божа была целый час распространена в средствах, в которых здесь тоже работают. Мы, как Слуг Иисуса, работаем в средствах женщин. Мы проводим бурсы, проводим стоверзение помощи женщинам. И мы хотим женщинам помочь в знаменитии работы в таком развитии особистых и духовном. И Матка Клара это реализовала, будучи сестры с сердцами. Каждая особа, которая старася о досконалость особистой, о святость, есть пример для целого света. Это сила воли, это сила виары, это с konseквенцией, а этого нам нужно. Каждая, не выбранным, но каждому из нас. Мы слаби, неиздекидованы, крэцимы в этом жизни в разных направлениях. А дорога есть простая. Они это показывают. Мы сестрами с сердцами с сердцами, особенно для них это великое святое, потому что это спуозаутилика згромадения с сердцами. А также есть такая общность с сердцами с сердцами нашего згромадения, потому что святое бископ Józef Sebastian Пелчар был сказанным мовом на погребе нашего святое святое, святое арцбископа Зыгмунта Счёстного Фелињскего. Батрификации с таким свидетелем, что святость есть для каждого, что все мы повелали до святости. Мы этих великих людей нащадовать, жить их примером. Это может быть для нас такой взор на нашей дороге до досконалости, до святости. Наде все это такое отдание хоуду той особи, которая у почтоков właśnie згромадения сердцами появилась в Краковой и которая в таком очень трудном окресе, когда сегодня святое Sebastian Józeф Пелчар за заоценку этого згромадения поднялася dzieла бодовы в среду најбожших. А мы сегодня вцијж еще маме очень большие потреби, поэтому такой символичный знак является невероятно важным для того, а чтобы по-просто пристроить на новое поятие службы тем, которые потребуют. А то есть chyba такая служебница, очень красивый взор для наследования не только для женщин, но и для мужчин. В XV веке мы говорим о том, что Кракув это миасто святое, так это было, потому что было их пяти часов. Вовчас так само и сейчас, в веке XXI, сондзю, что это именно такой сигнал показывающий, что милосердие, то, что тут обок, Отец Святое когда-то огласил целому святое, что это в целом очень важным, а может даже гораздо важным, чем даже еще нигде. Я сейчас послугую в бурсе, которую проводим в Кракове. Это бурса для студенток. Очень хотелось бы, чтобы в нашей матке молодые женщины, женщины, находились не только патронки, но и прежде всего приятелки. Она очень любила служебную женщину, она тоже была неудачной жизнью. Она была очень затрослана о сестры, о женщины и хотелось бы, чтобы молодые женщины, женщины в ней находились в таком виде. Вспомоточек, приятель, приятель. Прасовытость и покорность. Это для нас взор. Мы сейчас немного слабее, не имеем такого упора. Она была очень работа и очень старалась все сделать, от начала до конца. И неугинность того, что она хотела быть сиосрой закономной, потому что в жизни есть написано, что отец ее уже назначил в мауровинство, а она еще иначе решила. Она очень много разознала знаки времени. Она умела вычесть то, что Пан Бух от нее жалла. В каждой момент своей жизни. Когда она опустила дом родственного, и удалась в не знание, она была в ее дороге. Она не вахала трудов, мимо что лек перед будущей, не знала. И так же, когда она musла пройти с одного изгромдения до другого, она не знала. Она не знала. Она не знала. Она верила, что есть ее силой, что Бог есть с ней, что ей помогает. Каждый день мы должны признать, что Пан Бух от меня жалеть, что ожидает. И силой для этого этого можно верить в молитве. Она умела любить другого человека в каждом, простом жизни. Сиастры, девочки. Это для нас прекрасное свидетельство. Сегодня сегодня для сердца и есть возможность. Каждый из нас можем сегодня, в среднем людей, быть свидетелями, что Бог любит каждого человека, таким, каким он. Это момент, очень радость, очень радость, для конгрегации. Это время великой радости, великой эмоции для сгромдения. Огромная радость духовая, особенно для нас, которые так далеко приехали из Боливии, чтобы участвовать здесь. Для меня это пример в этом великой богатстве жизни духового. Хотя очень убого материально, очень богата духово. Каждый из нас есть миссию в Боливии. Я работаю в доме, доме ребенка, доме ребенка, которые жертвы. Мы разные работы в Боливии. Я работаю в сироте, в среднем детей осьроченных. Дети с сироте, в среднем детей, не имеют никого. Я, прямо сейчас, отвечаю за здоровье, занимаюсь здоровьем детей. Для меня это тоже большая ласка, потому от матки Клари уча себя, как она помогала детям молодым. Это пример для меня, как я могу служить этой девушке, с которыми я встречаюсь на каждый день. Она есть матка, матка моего сгромадения, мою матку. Она есть тоже старшим систром. Она есть примером в том, как жить сердцем, как быть счастливым сердцем, как вслухать себя в ритм сердца Езуса, о котором сегодня было говорилось. И как это реализовать в жизни, в жизни, в жизни, жительный, в жизни, в жизни, Продолжение следует... To, że jest przykładem, że życie konsekrowane to jest ciche, spalanie się jak świeca na ołtarzu. Takie wzmocnienie duchowe do dalszej pracy, do dalszej służby, bo wracamy na misję i służymy dalej Panu. Matka bardzo się pochylała nad każdą kobietą, zwłaszcza tą, która potrzebowała moralnej opieki nad dziewczętami. Myślę, że przykład szczególnie właśnie dla tej części społeczeństwa, dla każdej dziewczyny, dla każdej kobiety. Nieść naszą godność, być obrońcami życia, godności, pobożności w rodzinie. Od Matki Klary każdy mógłby się czegoś nauczyć. 100 lat temu niemalże zmarła Matka Klara w obni świętości i na tą chwilę czekało tyle pokoleń sercanek, a my doczekałyśmy, żyjmy w takich niesamowitych czasach, że to akurat na naszych oczach mogło się odbyć, mógł się odbyć ten akt beatyfikacji. Matka Klara, tak ją nazywam, jest szywu, wierna wybranym wartościom. I tak myślę, że to jest jej przesłanie na dzisiaj, dla współczesnego człowieka, świata, w tym momencie, kiedy brakuje tej wierności. W rodzinach, w nas samych, może być właśnie patronką tej wierności. Sama po kolei, od małego, od dzieciństwa, od młodości, wybierała i była wierna temu, co wybrała. Kościół pokazuje nam, że ta codzienność przeżywana z miłością jest ważna. Nie każdy zostanie prezydentem, jakimś ministrem, czy choćby papieżem, ale każdy może zostać świętym. To pokazała Matka Klara, bo przecież ona nie robiła nic innego. Zwyczajna, prozaiczna codzienność, do której podchodziła właśnie z miłością. Gdyby ktoś chciał zacząć chronologicznie, to oczywiście pierwsze kroki powinien stawiać w parafii rodzinnej, w Lubowidzu, tam gdzie była ochrzczona, w Cieszkach. Niestety w tych miejscach, gdzie się urodziła, z którymi była związana w dzieciństwie, nie zachowały się żadne miejsca pamiątkowe. A tutaj w Krakowie, pierwsze kroki, ulica Mikołajska, potem założyciel wraz właśnie z Matką Klarą, zakupili nowy dom przy ulicy Świętego Krzyża X. I tam prowadzili przytulisko, również szkołę praktyczną dla służących. I potem to przeniesienie się na ulicę Garncarską, do większego klasztoru. Tam również było przytulisko, obecnie znajduje się tam dom generalny. I kościół, w którym od dnia dzisiejszego możemy oddawać część relikwią Błogosławionej Matki Klary. Oczywiście to miejsce, z którym związana jest beatyfikacja, będzie nie tylko dla zgromadzenia, ale dla wszystkich bardzo ważne. W dolnej części centrum św. Jana Pawła II znajduje się kaplica Najświętszego Serca Jezusowego, dedykowana Panu Jezusowi, bo w tym roku mamy 250 lat od ustanowienia uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego. I tam również, po prawej i po lewej stronie, nasi założyciele, św. Józef Sebastian Pelczar i Klara Ludwika Szczęsna, która żyła w jego cieniu. W dniu dzisiejszym stają obok siebie i również klęcznik z ich relikwiami. Dziękujemy Ojcu Świętemu Franciszkowi za decyzję wyniesienia do chwały ołtarzy Matki Klary. Do rangi symbolu urasta fakt, że dzisiejsza beatyfikacja dokonała się w sanktuarium św. Jana Pawła II. Duchowe córki nowej błogosławionej służy ofiarnie Janowi Pawłowi II w Krakowie i w Watyganie. Niech św. Jan Paweł II, błogosławiona, Klara, oręduje za nami u Trona Najwyższego. Niech nas pomaga w naszym dążeniu. Także do świętości. Dziękujemy. 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 Продолжение следует...